Сейчас вы находитесь в помещении нашего отдела, в частности, это лабораторные помещения. Каждая из лабораторий предназначена для выполнения определенного процесса. В любом случае мы должны соблюдать определенные правила, поэтому заходить в данные помещения человек должен, конечно, исключительно соблюдая определенные требования. То есть он должен быть в маске, если работает с вещественными доказательствами, он должен быть в перчатках. Таким образом. То есть в данном случае, в данном помещении у нас происходит работа непосредственно с вещественными доказательствами. Пройдем. Так, пропадите. На самом деле, зачем здесь соблюдение таких правил? Почему? Потому что генетические исследования настолько чувствительные, настолько они тонкие, что буквально достаточно одного какого-то капельки какого-то своего материала, клеточного материала, даже отпечаток пальцев, это уже материал, пригодный для выделения генотипа. И, естественно, когда мы работаем с вещественными доказательствами по определенным уголовным делам, мы должны не допустить попадания чужеродного своего материала, либо чужого материала на данные предметы. Поэтому в данном ракурсе вы видите, как работают наши эксперты, работают с определенными вещественными доказательствами. То есть они производят поиск, допустим, каких-то следов биологического происхождения. Это могут быть пятна крови, пятна слюны, других биологических выделений. И в том числе это могут быть даже совершенно невидимые постороннему глазу следы, такие, как я уже говорила, например, контактные отпечатки пальцев. Естественно, этот процесс проходит достаточно по определенной схеме. То есть люди осматривают, вырезают и помещают эти следы в пробирки, в специальной пробирке. На этом в данной лаборатории работа с вещественными доказательствами временно заканчивается. После этого наступает следующий этап, то есть следы, которые мы вырезали, выделили. Мы переходим в другую лабораторию. Теперь вы находитесь в следующем помещении. Это лаборатория уже непосредственно выделения ДНК. То есть после того, как мы вырезали какие-то следы в предыдущем помещении и поместили их в пробирки, здесь проходит сам процесс. Методов выделения ДНК на сегодняшний день существует очень много. Работают, эксперт выбирает сам, какими методами работать, что из чего, каким образом выделять. И этот процесс может заниматься где-то от получаса до нескольких суток, сам процесс выделения ДНК. Зависит это, конечно, от сложности биологического материала, следы которого эксперты следуют. В данный момент эксперт выделяет при помощи специальных таких реагентов, наборов реагентов, которые закупаются, допустим, для выделения ДНК из контактных следов. То есть, как мы уже с вами говорили, из отпечатков пальцев. Мы не будем называть названия этих реагентов и этих фирм. Наверное, это было бы неправильно. Но, тем не менее, каждый этап, каждый этап выделения, он состоит из множества процессов. Маленьких, следующих друг за другом. И, естественно, на каждом совершенно этапе должно быть максимум внимания, чтобы ничего не перепутать. Максимум осторожности. И максимум, конечно, экспертного подхода, опыта и старания. Давайте еще чуть-чуть поконкретнее. Вот там, в предыдущей лаборатории, значит, с какой-то там, не знаю, марстеркой одежды снимали, и видно нить, да, какой-то. Сейчас, я так понимаю, какой-то вот этот фрагмент нити вставляется сюда, да? Можно вот так? Ну, если, так скажем, генетика на пальцах, что это такое? То есть, допустим, эксперт находит, осматривая вещдок, допустим, это нож. Это нож, на котором он визуально может увидеть пятно крови на клинке. Естественно, очень интересует следствие, какой момент. Может ли эта кровь происходить от потерпевшего, если этот нож был орудием преступления. Но кроме этого, на сегодняшний день мы уже можем и дать следствию другой ответ. Например, кто держался за рукоятку этого ножа. То есть, конечно, в идеальном случае следователь может получить по этому ножу такую картину. Он может получить генотип потерпевшего на клинке, и может получить генотип того подозреваемого, который держал этот нож в руке непосредственно во время преступления. Методы существуют разности. В частности, для того, чтобы выделить из пятна крови, вот, допустим, на клинке ножа, данный процесс может занять, в общем-то, не более получаса. Есть такие специальные быстрые реагенты, и, скорее всего, результат будет получен. Что же касается, например, рукоятки ножа, здесь всё гораздо сложнее. И здесь используются специальные колонки, специальные термостаты, центрифуги, такие встряхиватели. То есть, это вся техника, которая направлена на то, чтобы помочь человеку всё-таки выделить вот эту самую молекулу ДНК. И в конечном итоге дать ответ интересующие правосудия. То есть, кто мог оставить след на данном предмете. Естественно, здесь также соблюдаются определённые правила и так далее. Абсолютно любые следы биологического происхождения, они являются объектом нашей экспертизы. Поэтому всё зависит от конкретной ситуации. Если речь идёт про установление отцовства, одной из таких наиболее частых проводимых экспертиз, то объектами исследования являются образец букального эпителя, ну, или иначе, скажем, слюны. А также мы берём кровь из пальца, выделяем из крови. То есть, у нас получается двойной такой контроль. У каждого человека выделяется и из слюны, и из крови. Все предметы, неважно, это отцовство, либо какие-то следы на вещественных доказательствах, там это слюна, окурки, пятна спермы, пятна крови, волосы. В общем-то, все эти объекты, которые находятся в предыдущей комнате, мы видели, где они находятся и как выделяются, здесь они проходят дальнейший процесс. То есть сюда вот сами предметы уже не заносятся, выносятся только снятые следы. Либо это смывы, либо соскобы, либо вырезки. Итак, мы выделили ДНК. Процесс, который, как мы говорили, занял от нескольких там десятков минут до нескольких дней мог занять. И сразу переходим в другую комнату. Можно сказать, что именно эта комната является сердцем любой генетической лаборатории. Это комната постановки ПЦР. ПЦР – это полимеразная цепная реакция. Это тот метод, благодаря которому во всем мире люди получили возможность видеть генетип человека, видеть этот код, получать результаты, сравнивать между собой. За открытие этого метода в 1994 году Кэри Мюллиц получил Нобелевскую премию. А сам метод был открыт только в середине 80-х. Поймите, 80-е годы, сейчас у нас 2015-е. Прошло совсем немного времени для такого открытия, которое завоевало весь мир. Здесь комната особо чистой работы, поэтому здесь, конечно, мы заглянем, но заходить туда не будем. В данный момент человек, эксперт, проводит постановку полимеразной цепной реакции. В чем суть этой реакции? На самом деле из одной молекулы ДНК, которая находится, допустим, в капельке крови, вы никогда не сможете увидеть генетип человека. Но если этот кусочек ДНК размножить в миллионы раз, то вот эту же стопку этих копий, вот эти миллионы копий, мы сможем визуализировать, увидеть в виде пиков, сравнить с какими-то образцами и оценить полученный результат. С вашего разрешения я, наверное, прикрою дверь, чтобы человек не отвлекался, потому что это один из самых ответственных моментов во всем этапе генетического исследования. Ну а теперь вы находитесь в зоне анализа ДНК. То есть это практически финальный этап исследования ДНК. То, ради чего мы проходили все предыдущие помещения, проводили определенные исследования. Здесь у нас находятся анализаторы. Это аппараты, которые позволяют нам увидеть генетип человека и сравнить его. Ну, в частности, вот эксперт пытается анализировать полученные результаты из какого-то объекта. И на самом деле вот эта картина в виде цветных пиков, она превратится в цифры, в подсчет вероятности. И в конечном итоге она даст следствию возможности ценить, происходит ли какой-то материал от определенного человека, либо нет. То есть все, ради чего мы занимались все предыдущие этапы, делается ради получения вот таких картин. Естественно, для того, чтобы проанализировать выделенную ДНК, мы выделяем ее как из какого-то объекта, так и из образца сравнения. То есть из образца материала определенного человека. То есть это могут быть образцы слюны, образцы крови, либо костная ткань, в принципе, что угодно. И путем дальнейшего сравнения делается определенный экспертный вывод. Вы сказали, анализ ДНК такой относительно еще, ну, молодой анализ, вот будущее. В чем будет в области ДНК, в чем развиваться? Это ускорение там уже? На самом деле ускорение уже существует и очень серьезное. То есть то, чем мы занимались в 90-х годах, когда начинали исследовать ДНК в нашей республике, по сравнению с лабораторией сегодняшнего дня, это, конечно, совершенно две разные лаборатории. То есть, к примеру, в 90-х годах, чтобы получить результат, мы брали, нам нужно было пятно, в котором, допустим, не меньше 10 миллилитров жидкой крови. Вы представьте такую вот пробирку, да? И только в таком случае мы могли получить реальный результат, который помогал следствию. Экспертизы были единичные, делались не больше там 10 раз в году. На сегодняшний день, конечно, как мы уже с вами не раз говорили, объектом исследования может являться луковица одного волоса, либо отпечаток пальца, либо там маленький окурок, и все это пригодный материал. То есть уже очень резко возвысилась чувствительность, чувствительность метода. Это, конечно, здорово, это хорошо, но, с другой стороны, это выдвигает к экспертам и к обслуживающим персоналу определенные требования, то есть каким образом не занести свой собственный материал. Равно так же, как и к людям, работающим в составе следственной группы, соблюдать определенные правила на осмотрах места происшествий, на транспортировке вещественных доказательств, на их упаковке. Будущее, наверное, даже трудно представить. На сегодняшний день уже существуют определенные научные разработки, которые, возможно, в далеком будущем, а может и в очень недалеком будущем, позволят при помощи исследования ДНК установить и национальность человека, а, возможно, цвет его волос, цвет глаз, работают и ведутся, какие-то результаты есть. Правда, на массовые исследования это пока не распространяется. Но, учитывая такую скорость, с которой этот метод вообще, в принципе, развился, я думаю, что мы еще, мои эксперты, успеют это увидеть во время своей трудовой деятельности. Продолжение следует...